Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей и вы на канале Домашний Мастер. Продолжая строить свой дом, у нас сейчас закрылся этап вентиляции. То есть мы сделали полноценную вентиляцию в нашем доме. И в этом видеоролике я хочу подробно рассказать и показать, как она подбиралась, как она устанавливалась, какие нюансы, какие советы, секреты, подводные камни. В общем, ролик наполнен сочной информацией, поэтому желаю вам приятного просмотра. Не будем тянуть кота за хвост. Поехали! Сначала приехало все необходимое вентиляционное оборудование от групп компании Blauburg. Вентиляционные установки бытового назначения серии Comfort и система воздушных каналов Blowfast, которая состоит из полужестких каналов, коллекторов, анимостатов и пленумов. Все хорошо упаковано и в процессе расскажу про каждый отдельный элемент. Первым этапом начали делать полностью разметку. Нужно было добавить во всех необходимых местах дополнительную обрешетку. Доска у нас 20х95, сухая строганная. Именно к этой доске и будет закрепляться пленум на перфорированную ленту, применяя саморезы в 20 мм. Ну, чтобы не прорвать пленку. А вот так выглядит пленум, потолочный Blauburg Blowfast, который предназначен для соединения между собой двух круглых воздуховодов диаметром 75 мм. И вентиляционной решетки или анимостата. Продумывая линии вентиляции, проходки решили делать в межэтажном перекрытии, а не через стены. Таким образом меньше будет нарушаться пароизоляция. В перекрытии убирались все лишние проставки. Именно в этих проемах будут идти вентиляционные воздуховоды. Также, где размечались отверстия под проход венттрубы, делались отверстия коронкой по дереву. В местах, где труба будет проходить в межэтажном перекрытии, добавлялся кусок фанеры. Таким образом можно будет тщательно проклеить все проходки венттруб. В самой котельной приступили к разметке и примерному расположению коллекторов. Они будут крепиться на шпильке, и их будет два. Один на забор воздуха, а второй на подачу. К самим коллекторам системы Blowfast будут подключаться вентиляционные трубы через переходные муфты. Круглые воздуховоды фиксируются на пленуме с помощью замка, который входит в комплект. Для обеспечения класса плотности С на канал одевается уплотнительная резинка. Коллектор рассчитан на 15 воздуховодов и имеет два направления расположения, что очень удобно при монтаже всей системы. Когда были установлены коллекторы, от них началась протяжка вентиляционной трубы. По всему дому, к каждому пленуму, каждая труба обязательно подписывалась. Это удобно для настройки всей системы и потока воздуха. Вентрубу решили пропускать через межэтажное перекрытие. В местах, где встречались балки бруса 150 на 200, их не сверлили, а просто перепрыгивали. Тем самым не ослабляли несущую способность перекрытия. Вентрубы шли в перекрытии, далее поднимались по внутренним стенкам и заходили в чердачное перекрытие. Тем самым я мог спокойно утеплить все наружные стены в полном объеме. Межкомнатные стены, они граничили либо с лесенкой, либо с гардеробной. И о шумоизоляции я не переживал. Вентруба крепилась к потолку на обрешетку с помощью перфорированной ленты и самореза с пресс-шайбой, длина которого была 20 мм. Ну, чтобы также не прорвать пленку потолка. Забегая наперед, расскажу про пленум. Когда будет уже финишная отделка потолка, то он подрежется на необходимой высоте и на выходную трубу установится анимостат. Каждое выходное или входное отверстие, где проходит вентруба, обязательно проклеивалось лентой. Когда уже были протянуты все вентрубы, занимались плотнокотельной. Нужно было сделать два сквозных отверстия в стене на улицу. Через одно установка будет забирать свежий воздух, а через второе выбрасывать. Устанавливая трубу через стену, также проклеивался весь контур по кругу, чтобы не нарушать пароизоляцию дома. Снаружи дома на трубу закреплялся защитный колпак. Он предназначен для защиты ветрового давления и имеет уплотнительную резинку. Монтируя воздуховоды, поворотные углы в местах соединения промазывались герметиком и уже определившись с направлением воздуховодов, занесли в котельную вентмашину Блауберг. Моя вентиляционная машина оборудована рекуператором, и у подписчиков моего лайв-канала было масса вопросов. И я решил покопать и немножко углубиться. И вот что мне удалось выяснить. Одни говорят, зачем все усложнять, ведь можно просто открыть окно. Вторые говорят, я поставлю приточный вентилятор. Третьи сделаю вытяжную трубу. Вот вам для примера. Открытое окно – это причина выслуживания дома зимой и зноя летом. Будет образование на ледянорамках, сквозняк. Летом от мух и комаров нет спасения. Вытяжная труба без притока просто не будет работать. А вытяжная труба с приточным вентилятором – это то же самое, что мы просто тупо открыли окно. Как говорится, топим улицу. Сколько раз за день нужно открыть окна во всем доме? Три-четыре человека за два часа делают воздух в доме непригодным для дыхания. Это не считая готовки-то и раза в день, поставить чайник или попить чайку. При ручном проветривании окна нужно открывать на 10-15 минут. Каждые два часа. Выходит 12 раз. Надо тепло одеться, собраться всем в одном тёплом помещении, ну, чтобы избежать сквозняка. Перспектива так себе. Поставить приточные клапаны или вентиляторы и сделать вытяжку – решение не лучше, так как зимой будет заходить ледяной воздух, а летом будет залетать жара. Перелопатив много информации в интернете и разных форумов, решение было одно – это рекуперация. Идея в том, что тепло вытяжного воздуха через тонкую стенку теплообменника передаётся приточному воздуху. Да, на словах всё красиво, но я решил заморочиться и посчитать, сколько реально денег улетает в трубу. И, друзья, считаем только деньги. Не учитываем сюда плюшки от комфорта. Теплота, необходимая для нагрева 600 кубов воздуха зимой в моём доме за месяц – почти 20 миллионов килоджоулей. Теплота, которую нужно отвезти летом за месяц – чуть больше 6,5 миллионов килоджоулей. Объём газа, составит потребляемого котлом – 520 кубов. Если бы поставили электрокотёл, потребление было бы 5600 киловатт в час, а электричество, потребляемое кондиционером – 570 киловатт в час. При тарифе за газ – 6 рублей 63 копейки – в трубу вылетает 3500 в месяц. Это если на улице минус 10, а в доме почти дубак – 20 градусов. А если у нас электрокотёл, и при цене 5 рублей 60 копеек тратим почти 32 куска в месяц. И да, ещё летом кондей сожрёт чуть больше 3000 рублей. С теплообменником часть тепла возвращается в дом. С ним за газ расход выходит 276 рублей в месяц, а за кондей летом 1300 рублей. Отсюда уже вывод – с газом экономия 3200 в месяц, с электрокотлом чуть больше 29 тысяч. Если на улице минус 20, а дома хотим больше комфорта, ну, например, поднять до 25 градусов, то разница уже более 10 раз. Так что смотрите сами – чуть больше 5000 на газу без рекуператора или 415 рублей с рекуператором. При электрическом отопителе соотношение затрат 47600 рублей против 3800 рублей. Для тех, кому не зашли цифры на слух, выложу всё в описании. И также под роликом, друзья, я оставлю ссылки на три части, как устанавливали всю эту систему вентиляции. Поэтапно, от А до Я, с нюансами, с советами, обязательно советую ознакомиться. Ну и надеюсь, этот ролик будет реально полезен. И строя свой дом, вы уже будете знать, какую систему вентиляции лучше выбирать. И от чего стоит отталкиваться. Поэтому поставьте лайк, если видео было полезно, подписывайтесь на канал. Желаю вам только комфорта, желаю вам всегда свежего воздуха, чтобы в ваших четырёх уголках было тепло и чтоб только радовались. Всем спасибо, всем удачи, всем пока-пока.